Мой прямой эфир. Я вам благодарен, что вы часть своей жизни тратите на то, чтобы посмотреть то, что здесь у меня происходит. В общем, выяснилось сегодня, что я очень-очень-очень сильно уставший. То есть, я, как мне объяснили, как объяснил мне мой учитель, что я был в состоянии такой войны. И потом расслабился, и у меня вот эта вся усталость вышла. И поэтому сегодня я, со мной сегодня работали, и я думаю, что к понедельнику я оклемаюсь уже совсем. Завтра еще пройду еще несколько, один сеанс, и все. То есть, меня наполнят, и я смогу опять работать. В Талдукругане я пока не планирую, у меня нет организатора, но у меня родители там живут, я бы с удовольствием туда ездил, но нет возможности. Ну, то есть, нет аудитории там. Если соберете, я приеду. США, привет. Ирина, привет. Вот, он женат. Здравствуйте. Так, соберем. Короче, мне прям нравится, ватсап не ответил, я вам писал. Я отвечу завтра, я сегодня прям очень сильно, знаете, я не могу себя настроить на работу, прям вот это. Устал что-то я. Завтра точно отвечу я обязательно. Пожалуйста, дождитесь, не обижайтесь, потому что я этот... Привет, Истанбул, Истанбул, привет. Сколько человек нужно собрать? Это, ну, несмотря на что, на мастер-класс человек, ну, человек 20, там, 15, я не знаю. Тренинг это тоже человек 15, 20. Если сделаете большой мастер-класс, тем много народу нагоните, это тоже хорошо. Это немножко другой формат. Там нужно понять формат, и чтобы определить цены. Родители Сталкова, приезжайте к нам, please. Ну, я буду, под Новый год приеду. Это я вам отвечу, этот, лучше на ватсап напишите. Я вам отвечу, потому что... Не хочу здесь. Так самостоятельно наполнять себя, это невозможно. Вы можете медитировать, вы можете там... Вообще, вот, для самостоятельной работы научитесь себя, вот, день, начиная с благодарности. То есть, я благодарю за то, что вот это как молитва, да, вот это. Я благодарен, благодарю Господа за то, что там, Аллаха, Вселенную, за то, что у меня есть. Начинайте перечислять. Я благодарен за, там, за работу, за свободу. Я благодарен за здоровые детей. Я благодарен, что они хорошо учатся. Я благодарен за, там, супругу. Я благодарен за людей, то, что они ко мне приходят. Я благодарен за то, что у меня есть дом. Я благодарен за то, что у меня есть еда, да. То есть, с благодарности начинать свой день, это очень сильно наполняет, это практически любовь. это практически любовь это достаточно очень достаточно высокой энергии чтобы тебя наполнять вот то что со мной произошло я себя не хвалил и мне казалось вот если честно мне кажется что я занимаюсь вообще обычными вещами и похвалить как будто меня не за что понимаете то есть или я как к обыденности к этому отношусь поэтому вот если не ничего нет это что значит ничего нет вы живы вы здоровы вы там молоды вы там умные готовить но благодарите за то что есть так не бывает кроме моей жизни ничего нету начните благодарить за то что есть хотя бы благодарите то что вы сегодня проснулись тогда с этого начните потихоньку будете благодарить еще появится что-то за что и еще будут вас благодарить поэтому начинать день с благодарности это наполнение это любовь это самодостаточность да то есть здесь связано очень много чего именно в благодарности поэтому обратите на благодарность свое внимание знаете вот чем больше не занимаюсь психологии вот и людьми тем больше понимаю насколько религия вообще права вот эти там молитвы намазы там пятикратные потом вот этот перед видой каждый раз благодарить да там у казахов бата когда дают а перед видой это же крутые вещи на самом деле это и когда ты это делаешь что ты себя наполняешь свою жизнь каждый раз ты благодаришь бога за то что есть и с благодарностью ты кушаешь с благодарностью ты живешь и каждый это просто надо делать каждый день но состояние вас присутствовать я был временами у меня вот бывает но когда я включаю камеру у меня короче все по-другому но вот вот эти дни там вчера позавчера сегодня я честно очень уставший я приехал из остальные прям очень сильно вымотанный и короче меня сейчас вот вытащили вот меня сейчас со мной поработала мой учитель и поработал братишка александр вот из меня вот эту усталость потихоньку выдавили завтра еще надо буду наполнится и все и я готов опять к бою я раньше не понимал откуда вот это вот знаете бывает вот то что со мной было у меня шел холод изнутри прям из кишок из тела там вот и это был страхом зажат вот здесь это был подреберье вот в районе печени вот и оттуда вытаскивали и когда оттуда вот этот холод не прекращался ушел груди потом здесь потом со спины и он не останавливаться с тебя выходит 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 и непонятно как это остановить самостоятельно это не поможет бассейн это такую усталость бассейн не снимет поэтому очень важно чтобы с тобой поработали и когда с тобой работают это очень быстро все восстанавливается это прям круто мой youtube канал называется игорь ким просто забивайте геркин ю тубе и там выходит очень много видеороликов их уже 603 я думаю сегодняшним станет 604 вот и у меня еще там есть ролики нарезанные с мастер-класса где мы говорили про деньги и про успех да то есть каким образом современном мире начать потихоньку зарабатывать выше среднего да то есть сегодня мою с моим глубокое убеждение что если упереться то на своем деле на любом практически можно зарабатывать но где-то миллион тенге мне кажется сегодня но достаточно такая сумма реальная и но надо немножко поработать единственные инструменты другие да там то есть интернет youtube instagram facebook tick tock то есть и потихоньку потихоньку это вы знаете я сейчас зарегистрировался в тик ток и в тик токе на меня то есть я как это в рекомендациях выхожу уже у подруг у своей дочери да то есть они таки о мы твоего папу в тик токе нашли сайте то есть поэтому желательно пользоваться теми инструментами которые которые есть современном мире и без без них это ну в принципе но сегодня нереально вообще что-то делать моя деятельность я психолог я занимаюсь телесными практиками занимаюсь духовными практиками занимаюсь я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела то есть у меня на сеансах плачут кричат орут и поэтому вот так сегодня был очень такой день вчера я уже говорил что ко мне тетя приехала из талликургана родная с которым мы вчера работали в ней треничные нервы заклинило и сегодня она позвонила сказала что вот стал одну как бы опять но хуже там что-то свело я опять поехал к ней и знаете с родственниками работы это родная тетя этого эти тети папин папина короче стройка и с родственник я же про нее все знаю да и очень сложно было работать и меня ощущение круто я сам на сеансе побывал потому что я выговорил все там все свои родни все выговорил свои претензии потому что в какой-то момент я увидел что все делают одно и то же да и все загоняют себя в какую-то хрень и и думают что ну и не понимают как из этого выйти да и а причины очень простые и начал прям вот тут тетки вот прям вот здесь посмотрите вот здесь на тех примерах на этих и ягу и вы свою жизнь туда же ведете вы понимаете вы потому что вы делаете даже как сестра вы делаете тоже то есть у вас вариация на тему например на плюс-минус все одинаково и для меня это было сегодня прям откровением потому что я не ожидал такой реакции своей и работать со своими поэтому ну я не знаю это хорошо или плохо но сегодняшний сеанс мне прямо с ним понравился насколько важно выговорить из освобождаться это очень важно это эмоциональные блоки не садятся в тело и потом тело начинает какой-то момент болеть бывать что целый рот проклятых бывает есть еще такая тема знаете по приезду власть года можно индивидуально поскольку это стоит насчет цен все в директ или ватсап напишите отвечу обязательно сейчас я чуть-чуть себя приду я ответил раскидая честно я даже боюсь ватсап открывать потому что вчера вчера или позавчера я ответил теперь мне там написали у меня ну слишком много сообщений я прям прям шугаюсь вот есть уровни развития человека да есть уровне есть данность вот так здесь не уровень развития есть данность то что человеку дано то есть с какими уроками ты приходишь на землю и поэтому очень важно понять ну то есть что есть определенный уровень развития каждого человека выше которого ты не прыгнешь в этой жизни не как я надеюсь что это возможно но мне кажется ну вот часть я все больше и убеждаюсь что не все могут прыгать и не все это знаете в психологии называется мод я не помню в чьей-то теории но это американская теория они ее в я так понял вытащили из аюрведы я верю в прошлой жизни перевоплощения на и там есть моды и там вот графики развития 1 мод развивается вот здесь 2 мод выше 3 еще выше 4 еще выше 5 и 7 всего 7 модов 7 уровней развития души если ты родился на первом моде как бы ты не хотел развиться ты все равно разобьешься в рамках вот графика вот этого первого мода то есть на второй этап то не перепрыгнешь потому что кто-то на втором моде он ничего не делал он уже находится там куда-то должен прийти в конце своей жизни можно ли уроки за одну жизнь пройти там с первого мода до седьмой я очень сильно сомневаюсь но вот может быть возможно перепрыгнуть очень близко какие-то вещи но я тоже очень сильно сомневаюсь потому что эта теория и аюрведа сама она говорит что это невозможно то есть мода на мод перепрыгнуть нереально поэтому человек приходит с какими-то задачами человек не приходит просто так и ты должен прожить или пройти тот урок который тебе дан твоя задача в этой же эту жизнь грубо говоря не просрать да то есть ты должен выйти с определенными уроками и пройти ее дальше и и следующий раз ты то есть и каждый раз твой будут апгрейд выше и выше и выше я разговариваю у меня иногда приходят очень богатые люди которые ну вот для для моего сознания не понимаю куда столько денег пихать да и с ними когда разговариваешь и я им когда объясняю вот допустим некоторые вещи гривот энергия вот так идет сверху вниз там вот здесь начинаю рисовать схему энергообмена человека в теле и знаете чем не удивляет и я вот товарищ я так делаю я когда молюсь у меня вот так я себе вот так представлялась здесь его откуда ты это знаешь я не знаю она сама я так всегда делал и я понял что этот человек пришел с такими знаниями уже практически сразу да и поэтому очень богатые люди которые там не за 500 миллионов миллиард зарабатывают там то есть у них от которой большое состояние есть как бы гипотеза что они прошлой жизни были там монахами и за этом и в этой жизни их проверяют деньгами да то есть но уроки совершенно другие поэтому протрузии межпозвоночных дисков в зависимости от того в каком отделе это поясница секс и деньги грудной отдел это перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого и шея это короче чужие проблемы почему когда дышала по всему телу холодной вот это у вас тоже самое что было сегодня у меня примерно сильный холод выходит из тела тогда когда у тебя тело напряжено ты себя загнала просто виде в работе или в чем-то или сильно испугалась и вот долго жила в напряжении потом расслабилась поэтому этот холод начинает выходить и очень важно чтобы этот холод вышел дети с аутизмом почему рождаются дети с аутизмом это дети это души которые пришли на 500 лет раньше чем им положено просто через 500 лет земля будет примерно совершенно другая и вот этого не будет страха не будут этот не будут в обмана аутистов очень сбивает они считают мысли насколько я понимаю и их путает знать почему они не говорят долго потому что то что ты думаешь говоришь и делаешь все три разные вещи и у них не сопоставляются не могут им здесь тяжело их душа пытается постоянно вырваться и самая большая сложность с аутизмами это то что их душу надо привязать ну вот к телу и чтобы она не вылетала вот я полгода мучаюсь главный бога уже врачи станет в ссд сейчас ничего не беспокоит кроме шума в ушах как можно избавиться от этого шума со своим последствиям магии возможно да скорее всего высада это да это ну это не желание жить это влияние это когда в общем да вы обучаете да как узнать свою зачачу задачу наверно не знаю про скажите пожалуйста у меня началась проблема сжимается челюсть верхней через со всей силы дает на нижнюю и когда я замечаю не больно эти как вызвать быть это подавленный гнев который ты держишь себе его надо просто выпустить придите на сеанс будьте орать как этот мы с вами встречались прошлой жизни скорее всего можно простому человеку стать как вы я обычный простой человек это знаете вот это то что сейчас рассказывал про моды мне кажется это что-то оттуда предназначение потому что смотрите вот если вы это как тут психологии если да вот когда ты смотришь кино ты состоять ты проецируешь на себя состав когда ты видишь сцену где там кто-то кого-то убивает или кто-то ты на месте жертвы или на месте палача посмотри это первое и к чему это я с детства хотел кем-то руководить я всегда никогда не рассматривал себя вот ну кем-то там почему-то мне не нравилась черная работа но черно рабочим быть да там вот и я хотел я не хотел быть там допустим работать там водителя в совхозе я хотел бы директором совхоза потому что мы вы жили в деревне я всегда хотел быть руководителем почему-то я не знаю откуда это потом у меня я вот сегодня коллегу встретил она говорит ты даже десять лет ну десять лет нужно прошло 7 8 лет 7 ну как мы работали вместе она ты даже тогда вот когда мы работали вместе у тебя как это уже было то что собирал сотрудников им там что-то впаривала они гритм сидели кивали у тебя дар убеждения очень то есть сразу был это первый и третье это любовь к людям очень важно любить людей если ты любишь людей то в принципе вулкан у меня два раза замерзшие недавно в нематочный березь была есть сын хочу еще детей как могу себе помочь придите на сеанс поработаем высвободим ваш этот но единственно пусть у вас все заживет сначала не знаю сколько время прошло потом придите посмотрим вот может даже не можно почему но есть в рентах о единомышленники тоже всегда соблюсь быть лидером вот это это внутреннее это я не знаю когда потому что мы сидели вот мы были в первом классе учились у меня вот друзья и были с одним и до сих пор дружу 2 вот умер он и нас вот ну вот вот втроем и дружили в первом классе и вот мы сидели и они почему-то хотели бы директорами завода нет они были хотели быть такими водителями а я сразу был хотел быть директором совхоза вот и поэтому хрен его знает откуда это берется мне было странно почему они хотят водителями а им было странно вообще почему я хочу быть директором завоза новости с хиралида а если человек живет на низких уровнях вибрации как ему быть например бомж алкоголик есть есть ли возможность подняться не такие прозябать своему моде он будет прозябать свою моде он может своей моде развиться но но видимо то что с ним произошло это но нереально то есть если он уже бомжара то мне кажется уже очень сложно то есть ты в рамках своего моду он может концу жизни там займите свою квартиру карты или где-то там свой уголочек но из своего моды это понимать такие люди которые уже вот нырнули очень сложно выйти вы и даже если вы достанете из этой ямы его помоете дадите по он все равно туда уйдет обратно ну скорее всего не системное заболевание сижу на гормонах уже девочки скажите пожалуйста болезнь стареет как настроить себя на хороших можно жить с этим письма прощения себе и людям и за то что богу за то что вы ну вот заболели добрый вечер а кто планирует пока не планирую не знаю почему идут высыпания на теле типа зуд или аллергии это внутренняя ненависть к себе это забита нефосистема это письма прощения аффирмации в общем это нужно все жалко бы уже у всех свои уроки под не надо никого женять сколько как просить и принять родителей алкоголиков этого легко это на смысле дать они имели право проживать свою жизнь так как они хотят и они вы должны их простить и перестать их стыдиться то что вы здесь пишете в уже крутая но в любом случае гармония душе здравствуйте пожалуйста после бани два-три часа принятия боли голоса волос трясется ничего не за это надо на рассказать после подсадки как успокоить себя и как я могу себе ребят помощь подсадки чего куда не понял алкоголизм не знаю я почему я не понимаю когда у меня руку женщины женщина что делать вы женщина сиськами меритесь поэтому вы ее не принимаете это в принципе нормально женщина вообще друг друга вы не любите были у вас реально тяжелая ситуация в жизни как преодолевали у меня были ну я не знаю как это тяжелое не тяжело у меня вот до тридцати шести лет тридцати семи я просто очень было очень тяжело жить почему потому что было материально очень плохо родители не могли помочь я сам не мог себе почему-то работать на и чё бы я не делал у меня все не то чтобы не получалось я почему-то очень мало зарабатывал и меня это очень сильно выбешивал и напрягал и только тогда когда я начал развиваться с вот духовно то есть я учил один универ закончил во второй поступил и потом я перешел на ступеньку духовности сразу началось что-то открываться у меня было ощущение что если я этот путь пройду я начну жить хорошо и я честно говоря не ошибся поэтому вот и как преодолевал честно я вот у тех у кого сейчас денег нету да или вот бывает же вот вообще жесть просто я помню мы старшей дочери колготки да из-за того что она росла колготки были маленькие и не одевались и из-за того что не было денег там жена приходила год надо колготки купить а где нет нет она резала вот опять кину вот носочки и продевал ее как леденцы ты короче это старшая дочка носила ему это в садик водили и было очень тяжело и как принять свою нищету вот то что у тебя творится в твоей жизни чтобы и как поверить в то что деньги бывают потому что когда ты в такой жопе сидишь ощущение что денег нет вообще и причем нет ни у кого и вот этих дорогих машин ты не замечаешь что есть богатые люди ты не видишь у тебя просто везде жопа да и как с этим бороться это я тогда писал в фейсбуке посты день по 40 постов и делал я воровалась контакта из всяких групп и вставлял туда может быть я и оттуда тоже фраз каких-то начитался чего-то я потому что очень много перечитал по ходу и там была фраза ваша птичка когда просыпается она сразу поет она не думает будет еда или не будет она просто поет и поэтому я не мог свой мозг настроить на то чтобы просыпаясь не думать о деньгах то есть я просыпался и в постоянном глядите где где взять деньги что кушать и когда я стал напряжением убирать с денег и утром просыпался и оставил музыку и я думаю дай попробую петь просто мы начали начал прыгать и танцевать и один день второй день и потихоньку раздвинулась работу нашел потом люди пошли тихо 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 это все выправилось это после того сознание что переживать о том что не будет денег это глупо и когда я доверился богу что в любом случае деньги будут и все все равно будет деньги на то чтобы поесть ушло напряжение с деньги деньги стали появляться в моей жизни это был это был очень крутой момент и самый глав очень важно знаете то что потом когда деньги начинают идти ты не можешь остановиться чтобы их не зарабатывать это просто работаешь работаешь и не позволяешь себе отдыхать потому что у тебя страх что если сейчас не возьмешь что все кончится и потом очень важно останавливаться вовремя чтобы не уставать как я но я вот ну вот я устаю потом вот сейчас отлеживаюсь неделю уже да и потом вот опять у меня очень будет интенсивно все почему сильно выпадает волосы есть урал клап и сходите туда я вот сейчас эти пью бады для укрепления волос я их пил там три года назад у меня волосы перестали выпадать потом я в этот сейчас у меня они ломки что не стали я не знаю почему-то стали редеть опять я пью теперь витамины от корал клап и поэтому хотите но напишите я вам дам консультанта корал клапана вам пропишет витамины для хотите сфотографирую вам дам один на который вы можете пойти к ним в офис купить и все и там купить если у нее диагноз прям шизофрения я сейчас не берусь уже не хочу я с этими работой потому что там очень много терпения нужно там быть там непонятно там нестабильный результат поможет не поможет вообще вот вот то что я делал непонятно поможет она не поможет новый я всегда с на надеюсь что людям поможет и слава богу помогает но шизофрении точно я не этот сегодня не хочу и браться просто на игроманов ну тоже можете привести и так и с алкоголиками дать человек должен хотеть тряханем а потом если он будет делать правильные действия тук а после после ком ну просто уберите напряжение с ребенка да то есть не парьтесь сильно расслабьтесь там и не за медитируйте больше и все скрежет зубов не во сне постоянно что это это агрессия добрый вечер как можно закрыться и защититься от энергетических вампиров после общения с людьми сильным упадок сил это на тренинге это здесь я не могу объяснить это не для всех но смысле это надо показывать после родовой депрессии как выйти из депрессии это на сеанс приходите я не развиваюсь начните развиваться с начните с писем прощения варикоз на ногах от чего варикоз на ногах от того из-за того что ты хочешь уволиться допустим с работы 20 лет не увольняешься не хочешь развестись и не разводишься что нужно сделать нужно либо уволиться или развестись либо тогда принять ту работу или того мужчину, с которым ты остался сейчас. Добрый вечер, хотела узнать, есть в планах приветствовать тебе с двухдневным семинаром? Пока нету. Пока нету. Вот сейчас на днях буду это все. Что делать, когда есть проблемы со здоровьем? Но идти к врачам не могу заставить. Нет доверия или страх? Точно не знаю. Подскажите, пожалуйста. Я не знаю, если у вас есть проблемы со здоровьем, надо идти и их решать. Если вы привыкли всю жизнь вот это отсрачивать, ну, это приведет к летальному исходу уже рано или поздно. Ну, сколько вы будете откладывать? Я не знаю, чем болеть. Может у вас прыщик выскочило? Может что-то серьезное? Если что-то серьезное, то это очень важно принять решение и это просто сделать. После этого подсад ребенка помощь. Не надо ничего помогать ребенку, надо просто успокоиться. Одевать невидимые платья, держите факел, мысленно-аналитический вампир будет меньше. Почему часто болит горло и сразу закладывает грудь? Потому что молчите много и ничего не выговариваете, от этого болит душа. Два-три часа после принятия в бане, после часа начинает болеть голова. Это, вы знаете, может у вас обезвоживание? Попробуйте пить больше воды. Не знаю. Это надо смотреть, но связь с баней очень странная, если честно. Реально все объяснять, прям жадность и слушаю. Спасибо. Муж ходит постоянно с скрещенными пальцами ног. Что это скажете? Скажите, пожалуйста. Как можно скрестить пальцы ног? Это вот так он делает? Вообще это страхи, но по идее вот пальцы ног, это страх будущего. Правая нога не вижу себя в будущем, как мужчину там в бизнесе и там где-то, и левая нога рядом с женщиной. Ну, посмотрите, если это не дефект чего-то там это, то... Короче, как выйти замуж? Когда тебя позовут, надо просто сказать, окей, я согласна. Очень классно послушать. Не муторные, не шаблоны. Спасибо. Я боюсь, что диагноз одиннадцатый с психической болезнью. Ну, то есть, смотрите, ну, мы же, вы же можете сделать декомпозицию, да? Психическая болезнь у вас есть, она и нет. Если вы спрашиваете, значит, ее нет. То есть, если вы адекватно можете себя оценить, и вы спрашиваете, может быть, я болею, а может, не болею психически, то ее, скорее всего, нет, потому что вы уже адекватны. И вас в любом случае можно сейчас спасти. Поэтому идите проверьтесь, потом напишите или как-то запишитесь или на тренинг, или на мастер-класс, мы с вами поработаем, посмотрим. Потому что на начальной стадии помочь очень легко, но когда тебе ставят диагноз шизофрению, это уже, ну, бля, это уже сложно. Единственное, там есть еще тоже начальная стадия, глубокая депрессия, там, ну, то есть, это все такое. Если человек более-менее адекватный, даже с диагнозом шизофрении с ним можно работать, но если он не пьет таблетки. То есть, человек, если пьет таблетки, лучше не приходить, потому что они как овощи. И некоторые говорят, а у нас маленькая доза, ничего страшного, мы почти не чувствуем. Ну, почему вы, блядь, спать без них не можете? Поэтому любая доза транквилизатора, она конкретно глушит эмоциональный фон. И с такими людьми, когда работаешь с них, начинаешь тащить, с них ничего не выходит. Потому что то им не больно, то они, блядь, не хотят эмоционировать, ну или не могут. Поэтому, вот. Скажите про панические атаки. Панические атаки, это страх, это может быть магия, это может быть порча какая-то. С этим можно работать, приходите, будем работать. Все. То есть, это, это может быть, ты можешь свойство раз затащить, там могут тебе сделать. Это, ну, короче, приходите. Дети с ДЦП я очень долго тоже думал, но мой учитель, она сказала так, что я, это просто гипотеза, еще раз, да, это теория, я не знаю, не могу браться за это. ДЦП это те дети, те души, которые в прошлой жизни что-то сделали, там натворили очень серьезного. И эта жизнь им дается для того, чтобы отработать те, те, ту карму, которая наработана в прошлом воплощении. То есть, если бы раньше бы он прорабатывал это, там, пять или шесть жизней, то с вами он, ну вот, если это ваш ребенок, то с вами он свою карму отработает за вот эту жизнь. И это как, знаете, как она сказала, это как лотерейный билет для души. Поэтому, если уже такой ребенок у вас родился, то просто максимально помогите ему пройти этот урок, эту карму отработать максимально безболезненно, что ли. Потому что, если он у вас родился, то вы же вызвались ему помочь вот, ну, я не знаю, для чего вы так выбрали, но это, ну вот, может, но вот это объяснение, во всяком случае, оно более или менее успокоит психику, что вот, ну вот, что это вот так, и все. Проблемы с суставами, о чем говорят? Это о гибучести. То есть, важно быть гибким. Это, это гордыня, это, ну, в общем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем связаны кожаные заболевания? Это внутренняя ненависть в себе, как вывести из себя агрессию. Это приходите на сеанс, как наполнить энергию. Это медитации, это аффирмации. Как помочь ему завязать с азартными играми? Это приведите на сеанс, потом посмотрим. Так, не знаю. А чего конъюнктивит в глазу? Это нежелание видеть и ослабленный иммунитет. Мне кажется, все мы в душе шизофреники, особенно я с такими бурными воображениями и видениями. Ну, на самом деле, шизофреников больше, чем нам кажется. Ну, прям, есть прям реально, прям этот, и они еще руководят, ну, руководят еще нами. То есть, это прям видно по походке, по тому, как человек стоит. То есть, это прям в глаза бросается, если ты знаешь, на что обращать внимание. Часто чувствую, что горит под кожей температуры нет. Это приходите. В ребенка ножки и сон плоского, плоского варгустные стопы. Что-то не вижу улучшения после лечения. Назначено ортопеда. Сможете что-нибудь посредством говорить? Это, знаете, слушайте ортопедов, больше занимайтесь, больше физических каких-то нагрузок, там как-то с ними работают, но варгустоп они не выравниваются, мне кажется. Ну, и я видел варгустопу, я не знаю, в какой у вас там стадии, насколько это серьезно, но я видел парня, ну, с варгустом стопой, и с ним работал, но это, конечно, это всю жизнь болеть, мне кажется, будет. Это не выпрямляется. Это только надо силой воли, его и твоей, твоим терпением это накачивать, чтобы он ходил как-то. Мушкой, ну, это тогда он, ну, это капец он себе. Мушкой, тебе ноги, пальцы, ноги, второй палец крещено, если не будут их сверечь, начинает нервничать. Ну, это страх тогда, это надо прорабатываться. Как попасть на ваши сеансы в директ или на WhatsApp? Пишите, я вам отвечу, надеюсь, завтра. Я сейчас отойду, я, потому что я боюсь навредить, да, то есть, я сейчас вас, ну, приму, наотвечаю сейчас, приму, а потом, ну, вот как-то я за качество переживаю. Скажите, почему мальчик рождается с одним яйцом? Честно, я вот этого не знаю я. Оно же поднимается или его вообще нету? Есть, яичко поднимается вверх, его опускают, делают операцию, это, ну, на сегодняшний день, по меркам сегодняшних технологий, это несложная операция, ну, сводите, сделайте, потому что, ну, вы проверьте, потому что оно туда выше-выше будет подниматься. Его там где-то надрезают, его опускают, и потом вы можете, так же он может иметь детей, ничего страшного нет. Я не доверяю людям, ну, понятное дело. Боюсь всегда всех обидеть, как избавиться от этого? Письма прощения. Еще раз, обида, это, когда ты боишься кого-то обидеть, да, я вот так сделал, и он на меня обидится. У тебя мания и величие, потому что ты не можешь никого обидеть. Обижаться или не обижаться решает сам человек, но ты к этому не имеешь никакого отношения. Если я не захочу обидеться на тебя, то ты меня заставить, в принципе, не сможешь. Как понять, что в твоем предназначении? В твоем предназначении, в твоем предназначении тебе долбится в твою жизнь, тебе надо просто посмотреть, что в тебе происходит. Все, что у тебя получается, усиль. Вот ты идешь, идешь, и раз, тебе там ручка в руку упала, так, ей надо что-то писать. Там раз, попробовала пописать, получается писать, пишем. Получилось рисовать, рисуем, да, то есть все, что получается, легко, усиливаем. И тогда ты выйдешь на свой путь истинный. Я на сегодняшний день понял это так. И мне кажется, это работает. 30 ноября будет в Алматы. Полнота, от чего кушаю мало. Я, честно говоря, не знаю, насколько вы там мало кушаете. Потому что есть стадии же вот этого похудения. Может быть, вы весили там, допустим, 70, скинули 10. И сейчас мало кушаете, и вам кажется, что вы не худеете, и там по 100 грамм набираете. Психологически это всегда защита. Психологически это всегда эмоциональная неудовлетворенность собственной жизнью. Здравствуйте, я вам писал в Дарьевне. Если хотите, мы можем сейчас выйти и сделать прямой эфир с вами, да. Напишите. Если некоторые люди раздражают, что делать, чтобы не отдавать им энергию. Письма прощения пишите. Это в любом случае так, потому что без письма прощения вы не обойтёшься. От чего экзема уже как 10 лет. Это внутренняя ненависть к себе, это гордыня. С этим очень важно прорабатывать. Привет, Игорь Сминал. Лучший тудя. Хорошо, классно. Здравствуйте, мне 29 лет до сих пор не знаю, чем заняться. Это надо просто всё подряд попробовать. 29 лет это зрелый экспериментатор человек. То есть ты можешь экспериментировать со всем. Ты берёшь один бизнес, одну нишу, вторую нишу, третий, ты будешь просто всё подряд. И всё. И потом ты себя найдёшь. Там, где пойдёт отклик, туда и ныряешь. Получается, все сильные мира всего в следующей жизни, возможно, родятся до цикла не просто. Вы не то вообще, вы не в ту сторону думаете. Почему? Потому что сильные мира всего, они уже в прошлой жизни были святыми. И сейчас они приходят с большими деньгами в этот мир, чтобы выдержать вот эти вот интриги больших денег. То есть выдержать нагрузку финансовую, и у них совершенно другие уроки. Если вы думаете, что у них уроки легче у богатых людей, они намного сложнее, чем то, где находимся мы. То есть есть этапы развития личности и развития души. И чем выше ты поднимаешься, тем уроки выше, и ответственность за них выше тоже. Ты платишь дороже, и ставки растут с каждым воплощением. Поэтому я не думаю, что вы пишете с претензией, вы пишете как будто в фейсбуке, знаете, там Аким Гондон, да, там вот в стиле вот это. Нет, и вы хотите мести ему, чтобы ему было херово. Есть люди, которые вот им дают деньги и власть, они этот урок проходят, и они тогда растут. То есть они делают людям добро, и они тогда идут вверх. Они выполняют свое предназначение, они выполнили свой урок. Но когда они начинают воровать, и когда они начинают фигачить свой народ, они урок не проходят. Значит, в следующей жизни они будут опять перевоплощаться и повторять то же самое. То есть ты будешь воплощаться, приходить на землю до тех пор, пока ты не пройдешь свои уроки. И все мы эти уроки пройдем. Но вот эти сильные мира всего, они уже свои уроки прошли. И там, где вы сейчас находитесь, они там уже были. Понимаете? Как преодолеть страх начать действовать? Не знаю, с чего начать и что делать. Поэтому бездействую, депрессую. Поэтому делайте что угодно. Вы можете делать... Короче, когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Иди мой посуду, мой полы. Иди устройся в офис мыть полы. Иди там, встань где-нибудь на улице и что-нибудь продай. То есть просто начни что-то делать. И тогда депрессия уйдет. Появится предложение о работе или что-то. Оно в самом все завертится. Ты должен что-то крутануть. Понимаешь? Почему вот... Я не знаю, насколько правда или неправда, но механические часы, да? Почему ценятся механические часы? Это потому что тут все вертится. Там шестеренки внутри, там что-то там тикает. И это жизнь. И это жизнь. И вот это вот вращение вокруг себя. Или вот что-то стучит. Это оно все круто. Поэтому начни что-то делать, и оно сдвинется. Если до сих пор какой-нибудь болезненный вопрос в вашей жизни есть. Самый болезненный вопрос в моей жизни... Это родители. То есть их реализация. Я хочу, чтобы они были счастливы, но мне кажется, они немножко грустные. Я не всегда имею возможность им как-то их жизнь не то чтобы улучшить, не материально, а... То есть они в принципе, ну в моем понимании, они как бы сильно не нуждаются. Ну или не нуждаются. То есть во всяком случае есть что кушать и что одеть. Но... Я вот... Мне получилось маму вывезти в Дубай, показать ей, как люди живут. Папа не дает такой возможности, потому что он боится умереть в самолете. Потому что у него сердце там этот... Он говорит, я вам весь отпуск испорчу, ну не трогайте меня. И папе вот его парадигмы, его сломать не получается. У меня болезненный вопрос с деньгами, потому что почему-то мне кажется, что денег у меня должно быть намного больше, чем я имею сейчас. Это моя алчность, жадность. И я не знаю, что это, но это тоже какие-то триггеры, которые внутри. Ну вот, наверное, на скидку вот это вот это. И мой быт, да, то есть я сейчас не совсем... Я бы хотел больше отдыхать и чуть-чуть меньше работать, потому что я реально очень сильно устаю. Я думаю, со следующего года я свою жизнь как-то чуть перестрою, чтобы мне было комфортно. Почему? Потому что мне кажется, я должен быть, чтобы не наносить людям вред, я должен быть немножко отдохнувший. Вот. Или более счастливый, чем сейчас. И я вот, я хочу заняться своим... А, вот тело, да? То есть лишний вес я бы хотел его убрать. Вот. Вот это вот болезненные вопросы, которые вот четыре, да, получились. Секровь вызывает усталость, будто питается моей... Она реально питается вашей энергией. Скидывать от чего гастрит желудка. Это самоедство. Муж не хочет детей. Ну, это, я не знаю, это... Это по-другому надо. Я не знаю, почему мужчина... Он боится его не прокормить, ни в чем. Благодарю вас за вашу работу, респект, ЛЦСРА, спасибо. Как уйти от ненужных... Кого? Эфир сохраню. Да у вас откуда все эти сведения? У меня есть знания, я не знаю, откуда они берутся. То ли это с опыта, то ли с книг, то ли оно оттуда откуда-то льется. Я иногда, честно говоря, не понимаю, откуда я что-то знаю. Есть такое понимание для продвинутых людей, будет понятно, называется прямое знание. Это что-то вроде ясновидения, но это вот прямое знание. Поэтому так. Я ни в коем разе не хочу... Я не претендую на истину последней инстанции. То есть я могу ошибаться. Я, скорее всего, во многих вещах могу быть неправым. Поэтому не принимайте меня за какую-то прям истину, которую я там чего-то там несу. Я тоже могу нести бред и, может быть, ну, в общем, аккуратнее с информацией, как всегда. Правда ли, что мат разрушает энергию, материальные слова? Я, честно говоря, не знаю, насколько он разрушает, но мне кажется, что иногда матом можно объяснить намного проще, яснее и быстрее, чем объяснять, типа, там, не кажется ли вам? Ну, то есть вот эти все округлые фразы, они... Вот знаете, как слова затемняют смысл, да? Иногда просто выматериться быстрее, проще и понятнее, чем вот объяснять, что за этим всем стоит. За каждым матом стоит там 40-минутная лекция. Ну, я так применяю мат. Директ отвечаю. Как мне копить в голове ненужные информации, не могу сконцентрироваться. Как не копить, да? Я не знаю, как не копить, потому что у меня в голове столько информации, я просто сейчас меньше читаю. Ну, я вообще не читаю. Как быть, если муж не хочет детей, постоянно скандалы из-за этого? Ну, а сексом он хочет заниматься? Вы же женщина, вы же можете обмануть, если он позволяет секс, значит, он, ну... Потом скажете, сам виноват, я что там? Мужчина же тоже может обмануть женщину, там, которая не хочет детей. Он может сказать во время секса, в конце, ой, извини. И все. Отлично знаете ведические знания. Уважаю, знаю вас уже 7 лет. Познакомился на фестивале ФРФ. Вы супер, спасибо большое. На самом деле, ведические знания я не очень хорошо знаю, но я, честно, веды не учил, но какие-то вещи, вот, фрагментами я оттуда. Я слишком чересчур эмоциональный, кроме того, платься. Что делать? Надо свою боль выплакать до конца, и все. Как себя продвигать в плане своего дела? Ирина, есть, я даже записал, я даже записал мастер-класс, прям забейте, Игорь, Игорь Ким, мастер-класс, мастер-класс. И выйдет, так, вот этот мастер-класс трейнг, вот он, вот, вот, белый, вот этот. Не зеленым фоном наверху, а вот этот. И там я, ну, вот, как себя продвинуть, вот, вот там вы видите. Все блоки, какие-то тараканы, которые выходят, когда ты начинаешь что-то снять делать, все там. Обучите меня, пожалуйста, может, ваш папа экономит ваши деньги, поэтому так говорит. Я не знаю, какие у него там внутри в голове тараканы, но мне кажется, люди не должны, то есть родители не имеют права лишать меня возможности, сделать их счастливыми, вот так. Мне кажется, что этим они как будто у тебя, ну, как бы, крадут, что ли, твоего, ну, как бы, не крадут, а... Не дают тебе проявиться в полной мере, вот так. А это, это реально каждый, каждый ребенок хочет проявиться для своих родителей, как лучший сын или как лучшая дочь. И поэтому, когда у детей есть возможность такая, в таком проявлении, ты должен просто принять. О чем мечтаете? Я мечтаю о славе большой, я мечтаю о больших деньгах, я мечтаю о том, что я смогу помогать людям, ну, вот, прям, большому количеству людей, вот. Вот, я мечтаю жить где-нибудь рядом с морем или вот как-то вот с такой вот жизнью более размеренной, что ли, не знаю. Я вот, ну, вообще, я еще мечтаю, чтобы, конечно, дети были счастливы, вот. Чтобы супруга всегда рядом была и всегда понимала, поддерживала. Вообще, у меня есть такая большая мечта, я хочу выйти на англоязычное пространство, чтобы там тоже быть популярным, ну, тут как-то набраться, потому что русскоязычное пространство, не то, чтобы я, так, как бы, меня, конечно, мало кто знает, наверное, в России, еще пока, но я бы хотел, чтобы за пределами русскоязычного пространства, чтобы про меня тоже знали, потому что мне кажется, что то, что я делаю, что оно как-то имеет какую-то определенную уникальность и ценность для мира в целом, потому что я это копал-копал, и, насколько я понимаю, что немногие люди это умеют раз, немногие люди это понимают два, но для психиатрии, для психологии, я думаю, это прям огромный пласт навыков и знаний. Мне кажется, что, ну, про это люди должны знать. Поэтому я делаю вот такие вот очень много видео для того, чтобы это сохранилось, и чтобы какой-то человек, который встанет примерно на этот же путь, чтобы он мог посмотреть, потому что, когда я вставал на этот путь, я вообще не понимал, в какую сторону идти. И если бы был такой пример хотя бы в Ютубе, как что делать, мой путь был бы намного проще. Поэтому, вот, я зациклилась на замужестве. Да, бросьте уже, завязывайте. Не надо циклиться на замужестве, видите, ты циклишься на замужестве, и каждого мужика, которого ты встречаешь, ты думаешь, так, из него будет ухуевый отец. Ну, это же, ну, блядь, он тебе даже замуж не предложил. И ты такая, он мне не подходит. Не было ни одного свидания, ты не дала ему шанс. Ты его уже оценила, что он плохой муж, его нахер слила. И как ты выйдешь замуж тогда? Понимаешь? То есть, ну, это же немножко неадекватно. Скажите, пожалуйста, я недавно вышла замуж, мне до сих пор неудобно просить у мужа деньги, беру только на продукты. Короче, ты должна забирать у него все деньги. Ну, то есть, у вас должно быть общее планирование его финансов. Вот так. Твоя задача его деньги сохранять. И ты должна выделять вот это на еду, вот это на то. То есть, распределение финансов, по идее, мне кажется, должно быть на женских плечах. Мужчина не умеет копить. Женщина, если она мудрая, она копит. И мудрой женщине мужчина доверяет все свои деньги. Поэтому у него, конечно, должен быть какой-то люфт определенных своих денег. Но основная часть заработка должна, мне кажется, во всяком случае, она должна понимать, что вот где эти деньги находятся. Потому что, когда ты говоришь, мне нужно там на продукты, мне нужно там на то, ты не понимаешь, в какой сумме ты двигаешься. То есть, ты не знаешь, какую сумму какая у вас общая есть. Ты можешь купить картошку молодую, ты можешь купить картошку старую прошлогоднюю. Ты можешь купить дороже продукты или дешевле продукты. Ты не понимаешь. И, то есть, когда ты понимаешь всю сумму бюджета, тогда ты можешь в этом экономить внутри. Как это рационально использовать. И мне кажется, это женская вещь. И поэтому, когда с мужем разберитесь, но если он тебе даст денег, и ты их полностью прострешь, он тебе месячный наклад даст, допустим, и ты его засадишь там за неделю, второй раз он тебе не даст все. Поэтому, чтобы он тебе доверял, ты должна ему давать. Он должен тебе дать денег. Ты должна их покормить его еще и сохранить. Потом показать ему, доказать, что ты на сторону ничего не ушло. И следующий доклад он тебе опять даст. Ну, у нас так было, не знаю. Как интересно, спасибо. Панические атаки, это, в общем, нужно, это страхи. Надо вытаскивать их. Конечно, встаете, даже здесь много энергии тратить. Спасибо. Как распределить жизнь семье? Вот как раз домой вот эта тема. В религии ислам нет, что люди перевоплощаются. Есть только земная жизнь, и после смерти одна. Ну, и христианцы так. У вас какая религия? У меня... Смотрите. Я не могу перечить там к исламу, я не могу перечить там к христианству. Но то, что я вижу и наблюдаю на сеансах, я точно понимаю, что перевоплощение есть. Почему? Потому что иногда люди уходят вот эту в регрессию, и проваливаются в прошлой жизни. Это происходит примерно, знаете, как Ассасин видели, вот этот фильм, где вот этот воин, где они там воевали, где современного человека подключали к аппарату, и он проваливался в свои... Типа в память ДНК, он проваливался там в 1500, там, или 400, какой-то год. И он там что-то там бегал, кого-то убивал, там, этот... И он переживал тот опыт, тот опыт здесь. Это происходит примерно то же самое. И были сессии, где мы с девочкой... Вот мы 4 часа, наверное, это происходило все. Она... Мы с ней прожили 9 ее воплощений, да? То есть она рассказывала, как ее убивали, она рассказывала, кем она рождалась. То мужчины, то женщины, то в одной стране, то в другой стране. То есть она рождалась в разных странах, каждый этот... И не показывают всем вот эти прошлые жизни. Почему? Потому что показывают тем, кто тупит. Ее из 9 воплощений 8 раз ее убили. Ну, то есть она... Короче, из 8 смертей она умерла 1 раз своей смертью от скуки. То есть... Как-то она неправильно, она как-то своей жизни не желали, поэтому ей показали. И вот 9 воплощение ее было вот здесь, на Земле, сейчас. Вот. И я думаю, что если она не поняла этих уроков, то я тогда уже не знаю. И сказать, что это человек наиграл или придумал, если честно, так Сергей Безруков не сыграет. Ну, просто, ну, охренеть там что-то творится. И таких случаев... Ну, в основном просто смотрят там 1 уже из 2 жизни, а тут просто прям 8 подряд ее показали. И плюс показали, как она рождалась, вот как душа попала в это тело. То есть, она видела маму заранее. То есть, она это все описывала. Это очень интересно было. Поэтому, я не знаю, может быть есть, может быть нет. Осталось 2 минуты до конца эфира, поэтому... Будем закругляться. Этот эфир сегодняшний попадет в YouTube. Я сейчас подгружу, поэтому вы можете его найти у меня на YouTube-канале. Не знаю, как он будет называться. Какими-то тезисами мы его назовем завтра. А сегодня я его просто сейчас сохраню, если получится. И подгружу, и поставлю на загрузку на YouTube. Всем большое спасибо, что были здесь со мной. Я вам очень благодарен, что вы тратите час своей жизни, ночной жизни. Вы могли поспать и завтра на работу. Поэтому большое вам спасибо. Всех люблю. Еще увидимся. Пока. Good night. Подписывайтесь на мой канал.